Несмотря на то, что последнюю неделю погода радует горожан хорошей погодой, и все же синоптики предупреждают, резкое похолодание наступит уже в этот четверг. Ожидается, что температура опустится сразу на 10 градусов, поэтому задача горожан поскорее найти и надеть теплые вещи, а задача коммунальщиков поскорее начать отопительный сезон. Именно этой теме сегодня в городской администрации было посвящено заседание рабочего штаба, последнего перед стартом отопительного сезона. То, что батарея потеплеет уже 20 октября, подтвердил каждый из присутствующих и представители коммунальных служб, и энергетики, и специалисты из мэрии. Запуск будет осуществляться в плавном режиме в течение 5-7 дней, в зависимости от состояния внутридомовых сетей и готовности управляющих компаний в принятии теплоносителя. В течение 5-7 дней должны закончить полный запуск, выйти на режим и обеспечить стопроцентную подачу тепла на все объекты города. Чтобы, как подчеркнули на заседании, не посадить теплоисточник, отопление, как и всегда, будут подавать поэтапно. И несмотря на то, что всевозможные гидравлические испытания во Владивостоке уже позади, объекты коммунального хозяйства, как говорят сами специалисты, живой организм. Нагружаешь – может дать сбой. Поэтому следующее заседание решили провести уже через две недели, чтобы обстановку оценить как можно быстрее. А в целом все запланированные перед стартом отопительного сезона работы в городе выполнены. Хотелось бы, наверное, побольше, но, как всегда, в пределах, так скажем, лимитов денежных средств все выполнено, люди готовы, топливо запасено, механизмы приведены, обслужены, все, в общем-то, готово. Прежде всего теплее станет в так называемых объектах СОС Кульбыта, а именно в детских садах, центрах творчества, библиотеках и, конечно, учебных заведениях, где также в летнее время были проведены все соответствующие подготовительные работы. Специалисты осуществили промывку и опрессовку системы отопления, исправили все недочеты. Аварийные бригады дежурят в режиме готовности. Дети уже мерзнут? Нет, дети пока не мерзнут, жалоб не поступает, потому что на улице еще достаточно теплая погода. Ну, в принципе, уже как бы можно и подавать тепло. Изначально в этом году тепло планировали подавать с 23 по 25 октября. В прошлом привести в порядок все системы удалось только к 26 числу. Поэтому собравшиеся накануне старта отопительного сезона с радостью отметили, на этот раз сроки диктовало не состояние систем коммунального хозяйства, а температура, обещаемая синоптиками. Инна Щедрова, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.